всем привет сегодня мы с вами нарисуем волосы я вам расскажу как рисовать волосы в винтажном стиле я взяла такую не сложную прическу что же давайте приступим я добавила reference с помощью вот приватное фото это для того чтобы когда у нас мы выкружали видео таймлапс экспорта видео у нас reference не проявился то есть сразу показывалось как у нас рисуется скетч что же холст с reference мы уменьшаем непрозрачность на новом слое кистью можно скетч но в последнее время я стала рисовать кистью рефлексообводка она дает такие вот легкие мазочки такие вот потому что я скетч в итоге все равно убираю поэтому он мне не требуется итак на новом слое беру любой темненький цвет можно черный все равно мы наш скетч уберем я взяла вот такой вот красненький и поверх нашей фотографии будем намечать где у нас что находится у нас какие прядочки волосинки если вы рисуете через построение вы можете рисовать через построение я выполняю водку в целях экономии своего и вашего времени думаю сережку я не буду здесь рисовать главное показать волосы что может меня рынок потому что такое ну а ну Продолжение следует... Прическу можете как достоверно срисовать, так и добавлять какие-то прядки свои. Я сейчас так набросаю, посмотрю, как у меня получается. Если у вас вообще не получается наброски, вот такие локоны рисовать, можете приступать сразу в цвете. Почему мне кажется это проще? Потому что в цвете, когда накладываешь тень, уже видно, где какая прядка у нас образуется и как ее изогнуть. Когда скетч, это немножко вот бывает запутанно, непонятно, что куда, для чего у меня эта линия здесь, да? Можно наметить нашу кофточку. Давайте посмотрим. Пока все отлично. Тут можно побольше добавить объема. Что ж, отлично. Думаю, так у нас мы и оставим. Что ж, можно приступать в цвете. Что мы делаем? Непрозрачность делаем на максимум. Уменьшаем наш референс, перетягиваем его в угол. Для чего нам это надо, это чтобы вот смотреть, где у нас какие тени и работать. Создаем новый слой. Девушка у нас блондинка. Мы сначала, думаю, закрасим кожу, да? Будем делать все постепенно. У кожи какой-нибудь такой оттенок. Сейчас посмотрим. Светленький. Надо еще потемнее чуть-чуть. Вот такой, наверное, да, отлично. Кисть заливка. Еще очень важно, как рисуют мои кисти, почему они такую текстуру имеют. Чтобы мои кисти так рисовали, если, допустим, они у вас уже есть, переходим в кривые. И у меня она вот такая. А вообще, в свои наборы кистей, которые вот у меня сейчас есть в продаже, я свою кривую уже туда добавила. Так, кожу сделали. Новый слой. Кофточку. Кофточка у нас такого молочного красивого цвета. Оставлю этот цвет для тени. Возьму светлый вот такой. Отлично. Края можно оставить вот такие размыленные. Так, тут у нас такого же цвета бюстгальтер. Можем тут же, на этом же слое, этим же цветом сделать. Потом мы можем его изменить. Лишнее мы сутрем. Так. Цвет волос. Цвет волос можно попробовать взять пипеткой, но он у нее такой неоднозначный. Какой-то, наверное, такой. Новый слой. Да, можно такое оставить. Добавлю вам ее в палитру. И пока что вот так закрашиваем волосы. В самом низу можем выбрать кисть, мазки, волосы, фон. И уже проходится вот такими вот отделяющимися локонами. Такие вот волосинки рисовать. Если вам мешает скетч, можем уменьшить его непрозрачность. Так. 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 у меня нет задачи рисовать четкие границы вот так вот залил потом тени нет работа должна быть как бы воздушной такой легкой иметь такую как бы послойность что же давайте будем наносить тени начнем пожалуй с корточки блокируем слой выбираем пипеткой наш цвет у нас тут светленький есть мы его уберем вводим чуть вниз и вправо можем этой же кистью маски волоса можем кистью тени вообще первые тени я рекомендую накладывать тушевкой то есть это такое вот постепенное притемнение так скажем потом уже детально проходить за кистью тени потемнее еще тень от волос не забываем чуть-чуть можно подтушевать кистью тушевка так наш бюстгалтер находится в тени можно темным цветом вообще показать так же лямочку теперь пройдемся немножко по контуру мы разблокируем наш слой этой же кистью так тихонечко пройдемся потому что мы же скетч наш уберем первоначальный а так мы оставим небольшой компу силуэт потому что здесь есть складочки так и зигзаги люблю делать пожелания хотите можете попробовать повторить самых таких темных местах прохожусь совсем чуть-чуть буквально показать что у нас есть тени отлично перейдем к коже блокируем наш слой с кожей убираем пипеткой наш цвет который мы уже выбрали на уводим его чуть вниз и вправо накладывать тени сначала я накладываю тушевкой так тут у нас самая темная часть повторяем все тени берем еще темнее цвет можно чуть в красный уводить постепенно кисть тени и теперь вот так вот более детально можете на кисть сильно давить тогда будет резкий переход но я вот стараюсь по чуть-чуть вот так вот каждый раз накладывать если не нравится переход можем подтушевать на плечике если вы будете использовать тушевку обратите внимание чтобы при тушевании не появлялась грязь не появлялись новые такие серые оттенки тогда работа будет такая вот уже не очень то есть тушевка надо быть аккуратнее видим разница как мы растушевываем что из этого получается так и еще темнее так и еще темнее так подобен Продолжение следует... Теперь мы можем добавить блики. Создаем новый слой, режим наложения добавить. Берем кипяткой наш самый светлый цвет. Можем этой же кистью... Можем кистью заливка. Мне в последнее время очень нравится и блики делать. Только непрозрачность придется уменьшить, чтобы они отложились постепенно. Также можно использовать кисть текстурной блики. Мне тоже нравится, как оно кладется. Регулируйте непрозрачность, чтобы не было вот такого вот жирного. И тихонечко... Объединяем наши слои. Бакируем слой с волосами. Берем кипяткой наш цвет. Вводим его в более темный оттенок. Кисть, мазки, волосы, фон. Будем накладывать в первый тень. Берем кипяткой. Основание делаю темнее. И дальше уже такими штрихами получается я уже формирую наши локоны. Где, какой локон у нас будет проходить. То есть я цветом беру, вот так вот хоп. И у меня уже такой завиток как бы получается. Не бойтесь делать тени. Экспериментируйте. Из экспериментов уверенно, на 100% получается всегда крутая работа. Когда вы не боитесь. А если даже страшно, все равно пробуйте. Еще уменьшу наш скетч. Не прозрачность. Берем цвет потемнее. Уводим чуть-чуть в красный. Более детально теперь вам проходить наши локоны. Более активные делают тени. Если вы боитесь, вы можете тени накладывать на каждом новом слое. То есть создали слой, первый тень. Создали новый слой, второй тень. А потом их всех объединить. Я сначала боялась и создавала вообще любые действия на каждый раз на новом слое. В этом ничего такого нету. Все мы учимся. Поэтому не страшно. Так, еще темнее берем цвет. Теперь можно разблокировать слой. Это для того, чтобы мы выходили уже за нашу зону получается. Погорец. Продолжение следует... 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 сильно на кисть не давить руку хоть что-то подстелить добавим блик если нам где-то он нужен это не обязательно кисти текстурные блики можно также пройтись по контуру уменьшить непрозрачность на волосах добавить она ложится интересно тут хочется добавить тени переходим на слой с кожей выбираем наш самый темный цвет вот он у нас там вводим его еще более темный кистью рефлекс обводка еще активнее получается еще хочется на волосы добавить тоже тень но я вам покажу сейчас лайфхак мы объединили с бликами блокируем наш слой заходим тон насыщенность яркость пенсил выбираем кисть тушевка тон у нас уходит 50 процентов чтобы у нас все было по 50 процентов при этом насыщенность чуть убавляем яркость чуть убавляем и смотрим что у нас из этого получается нас как бы увеличивается контрастность нашего рисунка но при этом мы вот добавляем просто тени отлично теперь опять эту же манипуляцию проводим только насыщенность чуть меньше яркость чуть больше и проходим там где у нас вот светлый участок блики получается отлично слой с волосами хочется немножко подкорректировать посмотрим как мы сделаем так что мы с вами еще не сделали мы не добавили с вами текстурный холст для этого причем текстурный холст последнее время я применяю на что-то одно не полностью на всю картинку то может быть какая-то вещь какая-то деталь может быть фон вставить фото растягиваем наш холст режим наложения умножение и уменьшаем непрозрачность вот смотрите как у нас красиво интересно получилось там так вот интересно у нас с вами получилось